Мы представляем вашему вниманию настольную бизнес-стратегию нового формата, которая познакомит игроков с основными экономическими законами. Настольная игра нано-корпорация. Это экономика, как она есть. В комплект игры входит игровое поле с гексагональной разметкой, карты активов, карточки технологий двух уровней, жетоны ресурсов, фишки работников, карточки транспорта, карточки действий, игровые банкноты, фишки игроков, цветные маркеры, карточки-подсказки и табло биржи. Цель игры – создать бизнес, используя свои знания экономики и рынка, стартовый капитал и труд наемных работников. Выиграет тот игрок, кто первым произведет самый высокотехнологичный ресурс – биороботов. Подготовка к игре. Начинающий бизнесмен получает 150 нан, фишку и маркеры игрока выбранного цвета, три фишки работников, карту поезда и памятку. Игроки по очереди начинают игру из центральной локации. На старте у игроков еще нет предприятий, поэтому первые два хода игроки тратят на то, чтобы дойти до первого предприятия. Когда фишка игрока заканчивает ход на гексе с изображением предприятия, то игрок может его купить. После приобретения первого актива, ход игрока состоит из следующих последовательных фаз – производство, монополия, перемещение, инвестиции и планирование. В фазе производства игрок производит ресурсы на своих предприятиях. В игре 5 видов производственных активов. 8 угольных шахт, выделены красным цветом на карте. 8 рудников, отмечены зеленой рамкой. 4 металлургических завода, выделены серым. 4 электростанции, подсвечены желтым. И 4 технопарка, выделены голубым цветом. Приобретая предприятие, игрок получает его карточку. На которой указаны номер, стоимость актива, выплачиваемые дивиденды и используемая технология, объем потребляемых ресурсов и необходимое количество работников. Если на предприятии достаточно работников, а в запасе у игрока есть необходимые ресурсы, то актив производит указанный на карте продукт в фазе производства. Игрок берет нужный жетон из банка и возвращает в банк все жетоны использованных ресурсов. Предприятие производит ресурсы последовательно. Сначала предприятие первого уровня, затем второго и в конце третьего. Таким образом, произведенные в этот ход ресурсы могут участвовать в вашей производственной цепочке. Если фишка вашего игрока на карте расположена на клетке актива, например, это ТЭЦ-3, вы можете на этом предприятии использовать на одного работника меньше. После фазы производства игрок-монополист может использовать свое положение на рынке определенного ресурса для изменения его цены на один пункт. Монополия определяется путем подсчета мощностей каждого игрока, способных произвести ресурс. Синий игрок имеет наибольшие мощности по добыче угля. Он монополист по этому ресурсу и может в свой ход поднять цену. В свою очередь, красный игрок монополист по руде и в свой ход тоже меняет цену, увеличивая ее на один пункт. Дальше игрок переходит к фазе перемещения. Игроки перемещают свою фишку на расстояние, не превышающее скорость их транспортного средства. Скорость обозначена в нижней части карты транспортного средства. Карту поезда игроки получают в начале игры бесплатно. А вот автомобили-квадрокоптер могут приобрести в автосалоне. Там же этот транспорт можно и продать за полцены. Игроки не могут ходить через клетки, занятые фишками других игроков или клетки с охраняемым предприятием другого игрока. Вы можете завершить свой ход на клетке с неохраняемым предприятием другого игрока и совершить рейдерскую атаку. Владелец захваченного предприятия в свой ход произведенные ресурсы с этого завода отдаст вам, если вы обеспечите это производство сырьем. Если вы не покинете чужое предприятие до возвращения владельца, вас арестовывают. Фишка возвращается в торговый центр и следующие два хода арестованы выполняют только фазу производства. Если в свой ход вы пересекаете границу или завершаете на ней перемещение, то в конце фазы вы берете и разыгрываете карту событий. Итак, контракт. Это возможность продать по максимальной цене указанные в карточке ресурсы в этот или в свой следующий ход. Когда владеющий контрактом игрок продает ресурсы по нему, он кладет их на карту. Следующие два вида событий приносят игроку доход. Субсидия. Вы получаете обозначенную сумму за каждое ваше предприятие, указанное на карте. Дивиденды. Вы получаете дивиденды за каждое свое предприятие, указанное на карте. Дивиденды обозначены на самой карте актива. И наконец, последние два вида событий налоги и транспортный сбор. Вы платите деньги в банк в указанной на карте сумме за каждое соответствующее предприятие, технологию или транспортное средство. Если в результате перемещения вы закончили свое движение на клетке свободного актива, вы можете приобрести это предприятие. Если остановились на университете, то можете выбрать и купить соответствующую технологию. А на биржах труда вы можете нанять новых работников. Ну и в автосалонах в ограниченном количестве присутствует более быстрый транспорт. Технологии покупаются для экономии ресурсов и увеличения производства. Первый уровень технологии стоимостью до 50 нан, которые можно применять в основном на рудниках и шахтах. Второй уровень нанотехнологии стоимостью свыше 50 нан, которые по большей части применяются для заводов, ТЭЦ и технопарков. При покупке технологии игрок берет из соответствующей колоду закрытую две карточки. Стоимость одной из них он оплачивает в банк и оставляет ее себе, а вторую отправляет в сброс. Цвет карточки технологии соответствует цвету карточки актива, на котором ее можно применить. Технология выкладывается на карту актива сверху базовой. Если вы завершили перемещение на бирже труда, вы можете нанять любое количество дополнительных работников. За каждого нового работника вам необходимо заплатить в банк 10 нан. В любой момент своего хода вы можете уволить любое количество работников и вернуть их фишки в запас. Деньги за это вы не получите, вы не можете передавать рабочих другому игроку, а также не можете уволить рабочих с захваченного предприятия. Вы должны каждый ход платить заработную плату всем своим работникам, даже если они не заняты работой на ваших предприятиях. На самом простом уровне следует установить зарплату в 1 нан, но если для усложнения можно установить зарплату 2 нан и даже 3 нан. Если вы завершили перемещение на любой клетке бизнес-центра, вы можете купить по рыночной цене любое количество ресурсов, которые производят ваши предприятия или предприятия других игроков. Конечно, кроме биоробота. После фазы инвестиций игрок переходит в последней фазе хода – планирование. В этой фазе вы перераспределяете работников между своими предприятиями. Работники размещаются на карте предприятия на технологию в специально отведенном месте или на месте для размещения работника-охранника. При наличии технологий можно их применить на активы или передать с актива на актив. Технологии выкладываются поверх базовых технологий на карты предприятий соответствующих цветов. Также не помешает убедиться, что ресурсов для производства на следующий год достаточно для всех ваших предприятий. После завершения последней фазы игрок передает право хода следующему игроку. Ну вот мы разобрались с тактикой игры – что, где и когда игроки должны делать, чтобы возглавить успешную бизнес-империю. Теперь поговорим о цели игры и стратегии. Основная цель игры – первым произвести биоробота на своем предприятии. Но для длительной партии игроки могут установить и иные цели, например, играть до трех произведенных биороботов. Удачные приобретения, запуск шахт и рудников на открытых месторождениях, торговля ресурсами и рискованные операции с активами конкурентов, а также правильная стратегия и некоторое везение позволят игрокам создать свою промышленную империю. Игрок может расширять бизнес, покупая все новые и новые предприятия, увеличивая свои мощности и доходы. Или же, купив предприятия, игрок может внедрять на них современные технологии, делая производство более эффективным. Можно также сделать ставку на монопольное положение на рынке какого-либо ресурса или обеспечить себе мобильность передвижений. Ну и, конечно, можно попробовать выстроить полную производственную цепочку от добычи ресурсов до биоробота. Вот, собственно, и все правила игры. Не забывайте, что вы играете в экономическую игру, поэтому сделки между игроками приветствуются и могут нести существенный вклад в вашу победу. Желаем успехов в освоении экономики с нано-корпорацией!